С добрым утром, страна! Вот так надо встречать рассветы. В московское время 4 часа 30 минут. Он встречает так рассветы, провожает закаты, чтобы запечатлеть всю увиденную красоту на своих холстах. Павел Лебедев, художник из Ставрополя и как сам себя называет, самодеятельный живописец, впервые открыл персональную выставку своих работ. Самодеятельный художник, наверное, не по роду деятельности, а скорее всего по образованию. У меня не закончено художественное образование. Я посещал нашу школу искусств, в 12 лет я поступил. И потом посещал, как-то нас перевели, я не помню, в детскую художественную школу, которая у нас находится на площади Ленина. Ну и таким образом около двух лет я два с половиной года отучился, можно сказать. Детское увлечение и талант к изобразительному искусству, который мальчику перешел от отца, Павел вскоре оставил. Занялся спортом, затем работаем. И только полтора года назад вновь взялся за творчество. Уже своим, скажу так, взрослым взглядом мне захотелось написать первую картину о Сенгилеевском озере, Сенгилеевское озеро. С ней все началось. Я увлекся. Я увлекся, затянула. Следующая картина была «Городо» на Чкирское ущелье. Я поехал. Чтобы запечатлеть всю красоту, Павел много путешествует. Захватывающе. На его холстах при Эльбрусе, Карачаево-Черкесии и Ставропольский край. Этюды пишут прямо в полях. Большие картины создает после по своим же фотографиям. Во время путешествий случается разное. Одна из историй связана с этой картиной, точнее с местом, которое на ней запечатлено. Поскольку на перевале, на самой высокой точке, я остался ночевать, я сделал и пожарил себе мясо. И на всю округу, это многие километры, я так понимаю, запах жареного мяса разошелся. Казалось бы, что, но я не ожидал, что ко мне через два часа соберутся все шакалы данной округи и начнут выйти. Трудности, уверяет художник, не останавливают. За полтора года Павел Лебедев написал 32 картины. 30 из них представлены на первой выставке. Неспроста первая выставка художника открылась в галерее имени Павла Гречишкина. Именно он и его творчество стали вдохновением для Павла Лебедева. И, кстати, они были даже знакомы. Моим основным вдохновителем, главным, единственным в живописи, это был Гречишкин, поскольку с детства я знал. С ним один раз даже выедился со своими рисунками. Я приходил, здесь показывал Павлу Моисеевичу, не помню, там 87-88 год. И вот у меня с ним одна встреча такая была. На выставке Павел Лебедев представил и семейную реликвию, и тюдник. На нем писал картины в детстве. С него же начал творческий путь и полтора года назад. Вот такой тюдник, ему уже больше 50 лет. Дедушкин ремень я прикрутил, чтобы на плечика. И вот так ходил в наш Таманский лес тогда писать гуашью. У автора много планов на творческое будущее. Из ближайшего перенести на холст это фото. Был не так давно у нас, ну не шторм, ветер в Ставрополе, да, до 20 метров в секунду. Когда с насилой деревья падали и так далее. Я поехал на Сенгилевское озеро, спустился, подошел к воде и искал вот локацию, скажем так. Я пытался захватить эти волны. Получился как морской пейзаж. А мечтает художник об одном – нравится ставропольцам и вдохновлять. Моя мечта такая, смотря на мои работы, хотели путешествовать. Потому что я открываю те места, которые в принципе доступны всем нам. Надо только не лениться или захотеть. И поехать. И как показала практика, это у самодеятельного живописца получается неплохо. Как вам картины вдохновляют на путешествия? Да, вполне вдохновляют на путешествия. Вот особенно Эльбрус. Прям в душе. Я очень люблю сам горы и картины прям подталкиваю, чтобы путешествовать, ездить. Новых путешествий и вдохновений автору желают Анастасия Зубрицкая и Олег Байкулов в Ставропольском телевидении.